КОБЕЦ ИВАН ЛУКИЧ В 1939 году, буквально через три месяца после того, как я окончил педагогическое училище и начал работать школьным учителем, меня призвали и послали в Пуховическое пехотное училище, располагавшееся под Минском. В училище было три батальона. Один батальон состоял из курсантов Ленинградского краснознаменного училища имени Кирова, которые семь месяцев уже проучились. Второй состоял из военнослужащих, прослуживших в войсках год-полтора сержантами. И третий мы, гражданские. Учиться было очень тяжело. Мы занимались каждый день, без отдыха, часов по двенадцать и за полтора года прошли трехгодичную программу. Обучали нас прежде всего тактике, наступлению, обороне, как располагаться, как стрелять, рыть окоп. Изучали технику, артиллерию, танки, минометы. Тяжело было. Тогда же все пешком. Несешь винтовку, а еще и пулемет Дегтярева или диски к нему. В училище лошадь положено было только командиру батальона. В мае месяца 1941-го училище перевели из-под Минска в Великий Устюг, где 19 июня у нас был выпуск. Все в отпуск хотели, но начальство сказало, что мы его получим по прибытии в часть назначения. Мне призвоили звание лейтенанта и направили в Заполярье. В поезде за полчаса до Ленинграда нам объявили, что началась война. Остановились. Перед нами выступил капитан, который сказал, что эта война будет серьезной. Тут уж кто кого победит. Так и сказал. Они как нас учили? Малой кровью на чужой территории. Потом приехали в Кандалакшу и нас сразу повезли на границу, где мы влились в состав 596-го стрелкового полка. Выдали мне противогаз, пистолет, каску. Вот так для меня началась война. Немцы на нашем направлении пытались прорваться, но их отбивали, потому что дивизия за сутки до начала боевых действий была выдвинута к границе. Перешли они в наступление 1 июля, а наша 122-я дивизия 7 дней держала на границе немецкий 36-й АК. Потом мы отступили к подготовленному рубежу обороны Кайрала, где уже стояла 104-я дивизия. Надо сказать, что в то время существовала только полковая разведка, а в батальоне разведки не было. Поскольку постоянно изменяющиеся условия требовали потока разведданных, то командир батальона поручил мне сформировать взвод охотников. Я его создал и с ним воевал до зимы 1942-го. Разведка – это очень тяжелая работа. Нас же никто специально не готовил. Вот был такой случай в первые дни войны. Немцы стали обходить нас с правого фланга. Командир батальона поставил нам задачу выйти на дорогу и пронаблюдать за перемещением немцев. Подобрались мы и сутки лежали в болоте, наблюдая за дорогой. А там мошкара, комары. Не то что смотреть, дышать невозможно. Все кровью залились. Когда начали возвращаться, я увидел, что немцы строят обходной путь от дороги на Куало-Ярве в наш правый фланг с тем, чтобы вывести его к господствующей высоте. Когда переходили передний край, пришлось идти через открытую поляну, и я интуитивно понял, что немцы нас заметили и попытаются остановить. И точно. Смотрю, прямо на нас лось бежит. Ага, значит, кто-то его спугнул. Я приказал остановиться и замаскироваться. Только мы устроились, смотрю, группа немцев спускается с высоты. Почему-то лучше всего я запомнил кокарды на их фуражках. Подпустили их, забросали гранатами и из автоматов добили. Пришли мы в свое расположение, доложили командиру полка о намеренных немцев закрепиться на высоте. К сожалению, нашей информации значения никто не придал. Немцы же закрепились, и обороняться нам стало невозможно, поскольку с высоты они просматривали расположение и тылы нашего 596-го полка. Командир видит, что дело плохо и надо немцев сбить. Да куда уж там, только людей положили. А тогда можно было и роты эту высоту удержать. Обидно было, что не прислушались к нам. Как часто ходили на разведку? Первые месяцы, начиная с июня и по ноябрь, ходили каждые 2-3 дня. А потом, когда фронт встал, ходить стало очень тяжело. Проволочные заграждения, минные поля, пристреленные рэперы. Поэтому, чтобы пойти, нужно было очень серьезно готовиться, изучить объект, местность, подступы. И все равно, брать языка на переднем крае было очень трудно. Легче было в тылу и на флангах, где фронт прикрывался опорными пунктами и патрулями. Там можно было устроить засаду на дорогах, на лыжне. Вот в это время ходили примерно 1-2 раза в месяц. Вы старались одеваться так, чтобы не отличаться от солдат? Летом 1941-го я оплошность допустил. Пошли в разведку человек 12. Во-первых, заранее не выбрали объект. Во-вторых, я и помком взвода в офицерских шинелях. И, мало того, поверх еще и ремень с металлической яркой звездочкой. Боевое охранение прошли. Ничего не видно. Личный состав лежит, а помком взвода говорит, давай немного проползем. Проползли. Я привстал на дно колена и показываю ему что-то рукой. И только вжик, и я упал. Пуля прошла ниже колена, между берцовыми костями. Оказывается, немец сидел в окопе метрах 15-20 и специально стрелял, чтобы ранить и захватить в плен, поскольку он видел, что я офицер. Не дает вытащить. А сам я двинуться не могу. Но мне веревку кинули и вытащили. А если бы я не был в офицерской шинели, так, может, и убил бы. Вот такой был случай. А потом уже одинаково одевались. Солдат от командира не отлетишь. Надо сказать, что на переднем крае одевали нас очень хорошо. Теплое белье, ватные штаны, полушубки. Правда, с обувью были проблемы. Она быстро изнашивалась на камнях. Что касается камуфлированной одежды, то ее у нас не было. Впрочем, как и у немцев. Чем вас кормили? В основном это каша. Были различные консервы. Сначала наши, в основном рыбные, а затем и ленд-лизовские, мясные. В обед давали суп, кашу с консервами и чай или компот. Когда в разведку ходил, брали сухой паек. Сухари, консервы, колбасы, сахар, масло. Шоколада не было. Спирт давали, но только непосредственным участникам боев. Каждый день 100 грамм. Потом были спиртовки. Смесь стиарина и спирта. Вот так спирт отжимали. Но в разведку я никогда водку не брал. Во-первых, с запасом надо брать. А выдавали-то только в этот же день, вечером. Потом, если взять с запасом, его тут же выпьют. А пьяный будет либо ранен, либо убит. Это без вопросов. У меня мой друг так погиб, Макаров Николай Александрович. Он был на НП, когда его разведчики были в поиске. Что-то он там выпил, стал смелый, и они-то уже тащили пленного. А он пошел им навстречу. Зимой, без маскалата. Ну и немцы, конечно, его убили. Может, если лишнего не выпил бы, и жив остался. Никогда перед боем не пили. После боя – да. Если успешный поиск, то сам командир полка и спирт поставит, и еды дополнительно даст, и рядом за стол сядет. Как вы относились к немцам? Было четкое понимание того, что если ты промахнешься, то он тебя убьет. Никакой ненависти не было. Раз ты на войне, значит, должен стрелять и убивать. Страшно было. Необстрелянный человек, у него все нервы напряжены. Он любого разрыва и выстрела боится. Таких людей, которые заранее готовы к войне, нет. Но этот страх преодолевается. Через некоторое время, когда побвыкнешься, уже понимаешь, что вот этот снаряд мимо пролетит, а вот этот опасен. Но даже после кратковременного отсутствия на передовой, например, после госпиталя, чувство страха на некоторое время возвращается. Потом, если бояться, так и в разведку не пойдешь. А ты знаешь, что люди чувствуют командира так же, как и лошадь ездока? Если лошадь чувствует, что ездок трусит, то она не пойдет брать препятствия. Так и здесь. Если командир смелый, то солдат чувствует. О, с этим командиром не пропадешь. Он не подведет. Смелость и спокойствие командира играют решающую роль. Я, например, когда действовал, всегда рассуждал так. Не сегодня, так завтра убьют. Что мне бояться? Боже мой! Поэтому, наверное, люди ко мне всегда старались попасть. Отбирал я их так. Главное, это желание. Если он желает, все приложится. Потому что трус, больной или слабый, не пойдет. Внешние данные, конечно, тоже играют роль. Был у меня такой, Волков. Мне его так жалко было, когда он погиб. Выше среднего роста, крупный парень, хороший. Он мне говорит, я ранен. Я ему, не шевелись. Прижмись. Полминутки, полминутки, и все. Но это хорошо, когда не ранен. Можешь прижаться, а раненый он кидается. Смотрю, все, убит. Почему он погиб? В середине августа мы отступали на промежуточный оборонительный рубеж в районе Алакурти. Наш первый батальон после отхода из района горы Юнгой-Ванселька к исходу дня подошел к горе Иене-Куваара. В это время потерялась связь с командиром полка. Батальоном командовал вновь назначенный старший лейтенант Данилов Павел Гаврилович, опытный, уравновешенный и требовательный командир. Потом, немного позже, он станет командиром 596-го стрелкового полка. Находясь на горе Иене-Куваара, я получил от командира батальона задачу в течение ночи найти место расположения командного пункта полка и получить задачу на дальнейшее действие батальона. Комбат показал на карте направление, где нужно искать. Задача была не из легких, так как на указанном направлении уже действовал противник и встретиться с ним можно было в любую минуту. Времени на размышления не было и я должен был как можно быстрее выступить на задание. Собрав разведчиков, которых в возводе насчитывалось 12 человек, я ознакомил их с предстоящей задачей. Ребята были измотаны в предыдущих боях. Кроме того, продовольствия почти не было. Немцы захватили участок дороги Алла-Курти, Кайрала и подвоза не было. Уходя на задание, мы предупредили своих, что обратно возвращаться будем по этой же тропе. Ночь была темная и тихая, шли медленно и осторожно. Приходилось часто останавливаться и прислушиваться к каждому звуку и шорху. Когда на пути слышались отрывочные слова на немецком языке, мы уклонялись в сторону и продолжали двигаться в нужном направлении. Разведчики были рядом и все распоряжения давались полголоса. И так мы продвигались до наступления рассвета. Под утро на пути следования встретились с бойцами нашего полка. Это были связисты, их было трое. На мой вопрос, где находится штаб полка, они показали направление и сказали, что пройдя метров 300-400, нужно повернуть направо. На наше счастье, мы быстро подошли к месту расположения штаба и я встретился с командиром полка. Встреча была неописуемая, так как все очень волновались из-за отсутствия в течение продолжительного периода времени связи с первым батальоном. Пока оформляли документы для командира батальона, мы немного отдохнули от ночных похождений. Получив пакет, двинулись в обратный путь. Шли быстро, чтобы не опоздать, ибо время было крайне ограничено. Утром идти было легче, но и опасность увеличивалась. Уже поднялось солнце и было приятно ощущать его теплые лучи после холодной ночи. Под ногами было изобилие ягод, и мы рвали их горстями, на ходу утоляя голод. До нашего переднего края оставалось метров триста-четыреста, оставалось пройти по редколесью. На душе было какое-то чувство удовлетворенности и радости, что задание мы выполнили своевременно. И вдруг впереди прогремели автоматные очереди, и тут же подбегает один из разведчиков, действовавший в головном дозоре, и сообщает, что впереди метрах в тридцати сорока немцы. Наш дозор был внезапно обстрелян противником, и один из разведчиков был убит. Все это настолько меня ошеломило, что трудно даже представить. Где угодно я ожидал внезапную встречу с немцами, но только не в этом месте, так как рядом был наш батальон. Сколько было здесь противника, и как он расположен, мы этого не знали. Ясно только было то, что он здесь появился ночью, после того, как мы ушли на задание. В такой обстановке нужно действовать быстро и решительно, размышлять было некогда. И тут же сработало подсознание немедленно атаковать, прорваться через его боевую цепь, и как можно быстрее выйти к своим. Другого выхода не было. Все это происходило в считанные секунды, и когда я взглянул на своих разведчиков, то сразу же почувствовал, что они уловили мои мысли, и это ускорило начало атаки. Тут же все рванулись вперед, и с каким-то остервенением и криками «Ура!», забрасывая противника гранатами и, ведя на ходу автоматный огонь, проскочили через его боевую линию. Все это произошло так быстро, что противник не мог разобраться, что же делается и почему его атакуют с тыла. Мы действительно оказались у него в тылу, так как фронтом он был расположен в сторону нашего батальона. И вот тут-то произошло что-то невероятное и непредсказуемое. С высоты, на которой находился батальон, на нас обрушился сильный пулеметный огонь, даже невозможно было поднять голову. Таким образом мы оказались между двух огней. Наши вели огонь сверху, а противник снизу. На какое-то время немцы затихли. По-видимому, они тоже были в недоумении, почему русские стреляют по своим. В такой жуткий момент нужно было что-то предпринимать. Рядом со мной лежал этот Волков. Вдруг он простонал и прошептал, что ранен бедро. Я приказал ему не шевелиться, но он же раненый. Неожиданно стрельба прекратилась. Немедленно дал команду разведчикам вперед. Ползком, а где можно полусогнувшись, начали двигаться к своим. Помог кустарник, мы оторвались от противника. Я находился в сильнейшем нервном потрясении, но постепенно отошел и доложил командиру батальона о случившемся. А произошло то, о чем я беспокоился, когда уходил на задание. Оказывается, в наше отсутствие в батальоне провели в этом месте замену подразделения и забыли предупредить о предстоящем нашем возвращении после выполнения задания. В итоге мы потеряли трех разведчиков убитыми и двое были ранены. Лично у меня в этом бою пулей пробило пилотку на голове и разорвало хлястик на шинели. Надо сказать, что я прижимался к земле так, что будь-то одним сантиметром выше, мне бы не остаться живым. Убитых своих товарищей мы похоронили на этой же высоте, оставив у могилы три больших камня. Так вот, я имел право отбирать людей из полка. Штатный взвод разведки 20-25 человек, конечно, был, но когда я уходил в тыл противника, мне предоставлялось право при необходимости набирать дополнительно. Много было ребят, желавших пойти в разведку из уголовников, потому что в разведке отличиться можно было быстрее, а уж если он отличился, то сразу подавали представление о снятии судимости. Вот таких у меня было человек пять, и двое из них имели приговоры даже по 10 лет тюрьмы. Очень хорошие ребята. Вас берегли, не использовали как пехотинцев. Каждый командир берег разведчиков, знаешь как? О, для него разведка все, если командир хороший, он свой взвод бережет, как зеницу ока. У вас были послабления, привилегии? Нет, я знал только то, что поставленную задачу надо выполнить. Если вернешься, значит струсил. А то бывает так, пошел, его обстреляли, он вернулся и доложил, нас обнаружили. А у меня тогда и пулемет обстреляли, и немцев встретили, а задачу все-таки выполнил. Вот только этого пленного не уберегли. Правда никого тогда не представили к наградам. Расскажите этот эпизод. Это было в начале сентября 1941-го. Немцы были остановлены на верманском рубеже. Наш полк занял оборону на участке озера и реки Нижний Верманн и далее своим левым флангом примыкал к озеру Толванд. Начальник штаба полка капитан Бутов вызвал меня к себе в штаб и поставил задачу с наступлением ночи проникнуть в расположении противника в районе севернее озера Нижний Верманн и захватить языка. Место захвата было указано на карте. Конкретный объект для нападения не указывался. Нужно было идти и искать. Времени на подготовку к выполнению задачи практически не было, а за оставшийся небольшой промежуток до начала действий можно было только ознакомить бойцов с полученной задачей и назначить группу конкретных людей и собраться. Для выполнения предстоящей задачи я взял девять человек. С таким количеством людей легче было проникнуть через передний край обороны противника, да и проще маскироваться у него в тылу. Передний край проходил по неглубокой реке Средний Верман шириной до 80 метров. С наступлением ночи подошли к устью реки. По бревнам потихоньку перешли на противоположный берег. Один из разведчиков рядовой Рыбин поскользнулся и свалился в воду. Вначале я решил вернуть его обратно, но он очень просился идти с нами. Пришлось уступить. После небольшой задержки мы ползком преодолели передний край обороны и пошли в тыл. Чтобы никто не потерялся в ночи, двигались очень медленно и не цепочкой как днем, а все вместе компактно, чтобы всем были слышны мои команды, подаваемые в полголоса. Пройдя от переднего края метров пятьсот-шестьсот внезапно наткнулись на проволочный забор, подслышался грохот железных консервных банок, навешанных на проволоку и тут же в нашем направлении прогремела пулеметная очередь. Пламя от работающего пулемета на мгновение осветило нас. Вся группа мгновенно отскочила в сторону и, к счастью, никто не потерялся и не был ранен. Опасаясь преследования, мы быстро отошли в более безопасное место. Я начал размышлять, как же поступить дальше, так как мы уже обнаружены и обстреляны. Противник, естественно, повысил свою бдительность, о возвращении обратно не могло быть и речи. Единственный был выход оставаться в расположении противника до утра и путем наблюдения и скрытого проникновения в его глубину отыскать и определить объект для нападения, а с наступлением следующей ночи внезапно напасть и захватить языка. Мое решение все разведчики поддержали. Утро выдалось тихое и солнечное. На переднем крае слышны были короткие пулеметные очереди и одиночные выстрелы. Все мы замаскировались в небольшом кустарнике на холмике. В глубине на расстоянии двухсот-трехсот метров был слышен стук топора и даже отрывочные голоса работающих там немцев. Расположившись поудобнее, я начал ориентироваться и показал на местности, где мы шли после преодоления переднего края, определил направление, где должны искать объект для нападения и пытался повернуть направо, чтобы определить направление отхода после выполнения задачи. В этот момент среди редколесья в 30-40 метрах мы увидели группу немцев в 12-15 человек. Немцы резко остановились и повернулись лицом к нам, даже начали снимать с плеч автоматы. Я на мгновение цепенел, но тут же сообразил не реагировать, не проявлять никаких признаков тревоги. Смотрю на них спокойно и вроде бы продолжаю рукой показывать направление отхода. Разведчики, находившиеся рядом, разгадали мою мысль и тоже проявили выдержку. Это спасло нас. Конечно, можно было вступить с немцами в бой, но как потом выйти на свою территорию, особенно как преодолеть обороняемый передний край и минные поля, которые прикрываются огнем противника. Противник, видя наше внешнее спокойствие, вероятно, принял нас за своих. Немцы молча повернулись налево и проследовали в сторону переднего края. Они просто не могли представить, чтобы в такое время у них в тылу были русские разведчики. Помогло то, что мы были в маскировочных костюмах по цвету таких же, как у немцев, и все были без головного убора. После ухода немцев мы переместились поближе к району, где производились строительные работы. Стали более осторожными, двигались медленно, просматривая каждый кусочек местности. Наконец, наступила вторая ночь. В течение полутора-двух часов мы приближались к расположению противника и, наконец, нашли землянку. Нападение должно было существиться бесшумно, чтобы потом спокойно отойти и преодолеть передний край в известном нам месте. Для нападения и захвата языка я назначил трех разведчиков, которые были физически наиболее крепкими и сильными. Это были рядовые Рыбин, Ройтман и еще один, фамилию которого я уже не помню. Остальные разместились вблизи, чтобы при необходимости поддержать группу захвата огнем. Эти трое ползком двинулись к землянке. Напряжение было предельным, секунду на секунду чего-то ожидали и все были в тревожном состоянии. И вдруг в ночной тишине прозвучало два одиночных выстрела. Наше напряжение еще больше усилилось. Вслед за этим послышались шум, крик и сильная стрельба. Я хотел было броситься вслед за ушедшими разведчиками, но тут же они появились вместе с захваченным пленным. Оказывается, войдя в землянку, они наткнулись на двоих спящих немцев, которые, испугавшись, подняли крик. Разведчики попытались их тащить, но они оказали яростное сопротивление. Одного фашиста разведчики пристрелили, а второго захватили в плен. Рядом располагавшиеся немцы, услышав крики и выстрелы, в панике подняли шум, и началась беспорядочная автоматная стрельба. Все это произошло в считанные секунды. Теперь же вся группа без потерь была в сборе. Используя замешательство противника, мы начали спешно отходить. Идти было трудно, так как шли, не разбирая дороги, в основном по камням. При подходе к переднему краю начался рассвет. Немцы не преследовали, но когда стали переправляться, по нам открыли артиллерийский огонь. Несколько разведчиков было ранено, а пленный был убит. Я доложил начальнику штаба о результатах разведки. По захваченным документам противника была установлена нумерация и принадлежность его подразделения, а также место командного пункта обороняющегося батальона, так как случайно объектом нападения оказался командный пункт батальона противника. Несмотря на наши действия наградом никто не был представлен, начальник штаба полка сказал мне, что если бы пленного притащили живым, то получили бы такой же орден, как у него на груди, а у него был орден Красного Знамени. Честно сказать, я никогда ни за званиями, ни за наградами не гонялся. Один раз вызвали в штаб дивизии. Я тогда был старшим лейтенантом. Приезжаю, а мне офицер штаба говорит, ты чего не по форме одет? А что? Да ты же капитан. Снимает две шпалы со своей формы и мне надевает. Мне было 21 год, когда я стал капитаном. С наградами тоже не везло. Самые жаркие моменты начала войны, как правило, не представляли. Вообще у нас в Заполярье представляли только за конкретно выполненную задачу, а не так, как на Западе, по разнарядке. Поэтому у меня есть только орден Красной Звезды за удачную засаду. Дело было так. В конце 1941-го я был легко ранен и в полк вернулся в январе 1942-го. Там я был назначен командиром полковой разведки, взводы пешей и конной разведки. Вскоре была позвучена задача выйти в район северо-западнее озера Толванд и захватить языка. Указанный район находился на правом фланге противника за озером, где его подразделения оборонялись в отдельных опорных пунктах. Все подходы были заминированы. Через месяц я там подорвался на мине и был тяжело ранен. После небольшой подготовки, проведенной накануне выхода, во второй половине ночи я проверил каждого из 30 отобранных разведчиков и спросил, нет ли больных или не желающих идти на задание. Оказалось, что все чувствовали себя хорошо и настроены были по-боевому. Группа выходила на задание пешком, без лыж, хотя снег был глубоким и рыхлым. В момент нашего выхода стояла тихая морозная ночь, небо было чистым и звездным, ярко светила луна. Только на переднем крае слышны были короткие пулеметные очереди, вспыхивали и гасли ракеты. Пройдя через боевое охранение батальона, мы скрылись за небольшой высотой. Идти было тяжело, так как снег был рыхлый и разведчики быстро уставали, особенно идущие впереди. Через какое-то время мы вышли на озеро Толванд, где оно было шириной около двух с половиной километров. Примерно через час мы достигли его противоположного берега. Немного отдохнули, а затем двинулись вдоль залива. Вскоре увидели небольшой домик. Это место было где-то в полутора километрах от опорных пунктов противника. Чтобы не нарваться на минное поле, нужно было дождаться рассвета. Мороз был крепкий, и я решил воспользоваться домиком. Чтобы не поморозить людей, оставив двух наблюдателей, которые подчередно менялись. В домике было тихо и спокойно, многие уже успели задремать. Вдруг послышались звуки настоящей стрельбы, и все быстро вскочили. Оказалось, что один из разведчиков собрал щепки, обрывки бумаг и запихал в печку, а потом поджег, но вместе с мусором туда попали и винтовочные патроны. Уже стало светать, и мы вынуждены были срочно уходить, опасаясь, что противник мог услышать разрывы патронов. Цепочкой двинулись вперед, в сторону опорных пунктов противника. Выйдя на просеку, а она просматривалась на глубину до полутора километров, мы продолжали свой путь, меняя поочередно впереди идущих разведчиков. Пройдя около 600-700 метров, заметили вдалеке шедшую навстречу группу противника человек 20-25. Группа двигалась на лыжах, была сильно растянута и четко выделялась на снегу. Наши разведчики в новых маскировочных костюмах были практически незаметны. Тут же принял решение организовать засаду. Разделил бойцов на две группы. Одну под командованием Политрука лейтенанта Литвака расположил слева от просеки, а вторую возглавил сам и расположил уступом справа от просеки. Местность хорошо просматривал в сторону противника. Все разведчики были предупреждены, что огонь открывать только по моему сигналу пистолетному выстрелу. Через 6-7 минут немцы подошли к месту засады. Помню, что идущий впереди был небритый, рыжий, потный, с автоматом на плече. Прицелившись в него, я выстрел из пистолета с расстояния около 15-20 метров. Вслед за этим вся засада обрушила на противника сильнейший автоматный огонь. Кто попадал в снег, запутавшись в лыжах, а кто пытался убежать. Опасаясь, что разведчики в азарте перебьют всех немцев, я дал команду прекратить огонь, и все бросились в рукопашную схватку. Сержант Семенов набросился на одного фашиста, пытавшегося выстрелить, и, вырвав у него автомат, ударами уложил его. Второго, пытавшегося убежать, он скосил автоматной очередью. Лейтенант Литвак с двумя разведчиками уже схватил одного языка. Рядовой Сухоруков набросился на Фина. На помощь ему подошел рядовой Мортазалиев. Они быстро его схватили и повлокли в сторону. Рядовые из Венегара и Клепиков также схватили пытавшегося отлежаться в снегу немца. Все это произошло мгновенно. Видя, что задача выполнена успешно, я дал команду отходить. В результате короткой схватки противник оставил на поле боя восемь человек убитыми. Троих взяли в плен немца, финна и австрийца. Были изъяты документы убитых, а также подобрано оружие и лыжи. У нас потерь не было. К нашему счастью, когда переходили через озеро, пошел густой пушистый снег, скрывший нас. В хорошем и бодром настроении мы подошли к боевому охранению первого батальона, где нас уже ожидал помощник начальника штаба полка капитан Васильев. Он тут же спросил, ну как? А я пошутил, неудача. Но он сказал, что слышал наш бой и по выражению лиц разведчиков догадался, что задача выполнена успешно. В боевом охранении мы позавтракали и накормили пленных, а затем направились в штаб полка. Как вы к партии относились? Я прибыл на фронт комсомольцем, а потом после случая с документами, когда я сумку нашел, в полку на меня обратили внимание и решили принять в партию. Я помню, шел с разведчиками и секретарь партийной организации полка встретил меня и сказал о решении. А что надо сделать? Спросил я. Ничего, вот заявление напиши и все. Приняли меня в кандидаты и через 6 месяцев приняли в партию. Ну, а я выполнял все, что от меня требовалось. Что за эпизод с сумкой? Там вот что произошло. Это было летом 1941 года. Потери в батальоне были большие. Мы отступали и к концу дня уже подходили к району, который предполагалось занять, чтобы обеспечить отход командного пункта 122-й дивизии и ее артиллерии. Сопки, покрытые лесом, перемежались с заболоченными участками и редколесьем. Мы, разведчики, шли впереди в пределах видимости. Сгущались сумерки, но видимость еще была неплохая. Я заметил в 200-250 метрах правее колонну немцев, которая шла нам на перерез. Я тут же подал условный сигнал в голову колонны, но там никто не отреагировал. Видимо, никто за нами не смотрел. Медлить было нельзя, и я приказал разведчикам открыть огонь по противнику, чтобы привлечь внимание командира батальона. Услышав стрельбу, батальон тут же развернулся к бою, и началась перестрелка. Бой длился около 30 минут. С темнело, и пошел мелкий густой дождь. Воспользовавшись этим, батальон начал выходить из боя, чтобы к указанному времени занять оборону. Отойдя около километра от места боя, командир батальона решил сделать небольшой привал, чтобы проверить личный состав в подразделениях. В результате боя было ранено несколько человек. Я со взводом находился при командире батальона. В это время обнаружилось, что порторг полка, находившийся с нами, потерял в бою полевую сумку с документами. Командир батальона тут же обратился ко мне примерно с такими словами. Я знаю, что разведчики очень устали, но нужно приложить все усилия и попробовать отыскать утерянную полевую сумку. Мы уже двое суток не отдыхали, и вот насквозь промокшие и сильно уставшие мы должны возвращаться к месту только что прошедшего боя на поиски утерянной сумки. К ночи дождь усилился, похолодало. Как найти то место, где шел бой? Где во время боя был порторг? А вдруг немцы заняли наши позиции? Но глаза боятся, а руки делают. Пошли по тем же следам и тропам, по которым только что выходили из боя. Двигались медленно, внимательно взлушиваясь темноту. Вышли на наши позиции, вначале обследовали первую полосу на глубину до 100-130 метров, затем вернулись и, заняв в следующее исходное положение, двинулись на просмотр очередной полосы. Пройдя 20-30 метров, слышу, как справа, совсем рядом, раздался немного приглушенный, но восторженный голос одного из разведчиков. Вот она! Нашел! Сколько же было радости и восторга в этот момент у моих разведчиков, даже трудно вообразить. Какая же тяжесть свалилась с плечи измотанных, полуголодных людей. Тут же быстро собрались и потихоньку стали двигаться к месту расположения батальона, ускоряя темп движения по мере удаления от места выполнения задачи. Так как тропы нам уже были знакомы, а желание поскорее вернуться к своим с каждым шагом нарастало. В хорошем настроении мы благополучно возвратились в расположение батальона. Тут же я доложил своему командиру, что задача выполнена успешно и без потерь. Вручил я ему нашу находку, за что он всех поблагодарил. Через короткое время мы опять двинулись к назначенному месту для сонятия обороны в соответствии с ранее поставленной задачей. Не было вмешательства политработников в вашу деятельность как разведчика? Нет. У нас был замполит лейтенант Литвак, который не вмешивался в командирские дела, а только следил, чтобы люди были одеты, накормлены и информированы о ситуации в стране. Он мне просто помогал с людьми беседу провести или еще чего. Были, конечно, неприятные политруки, которые пытались командовать, но у меня ничего подобного не было. Были ли какие-то приметы, предчувствия? У меня было два момента. Первый произошел, когда мы отошли в район Алакурти. Заняли оборону. Мы с телефонистом находились в одной ячейке. И тут начался артобстрел. И вдруг возникло чувство, будь-то кто-то силой тянет меня в сторону. Я успел отскочить метров на 15 и на месте, где я только что был, разорвался снаряд, который убил телефониста. Второй случай произошел, когда мы подходили к рубежу реки Верман в августе месяце. Устроили мы привал на высотке, а немцы все время постреливали. И вот какая-то сила подняла меня, и я сбежал чуть-чуть вниз, метров на 10, 15. В ту же секунду на то место, где мы располагались, обрушился артиллерийский налет из 6-8 снарядов. У нас были раненые и, может, даже убитые, а я спасся тем, что отскочил. Оба эпизода длились секунды, быстрее, чем я о них рассказал. А вот когда я на мине подорвался, никакого предчувствия не было. Мы были в рейде в тылу противника. Только я сменил двух дозорных, которые вяло шли впереди, дремля на ходу, потому что не спали почти двое суток, и зацепился за растяжку. Только помню черно-красное пламя перед собой. Ребята потом сказали, что меня метров на 10 отбросило. Что характерно, если бы я был метров в 5, то осколки бы прошли по животу. Это конец. А так, по ногам и в руку, как она висела. Меня вытащили, но после этого ранения в разведку я уже не вернулся. В 1943-м пошел один раз в составе батальона в рейд, и пришлось вернуться. Нога распухла, пришлось оперировать. После этого я служил в штабе 19-й армии войсковой разведки. Использовали вы подножный корм? Грибы и ягоды, конечно, ели и заготавливали. Иногда подстреливали кого-нибудь. В начале июля в 1941-го на левом фланге дивизии была тропа, которую мы перекрывали. И вот послал я двух людей на ближайшую высотку посмотреть за немцами. Они в ложбинку, поросшую лесом, спустились, и я слышу стрельба. Я уже думал с людьми туда идти. Смотрю, поднимаются. Оказалось, оленя застрелили. Так вот, дня 3-4 мы это мясо ели. Какое оружие брали с собой? Я ходил с ППШ и ТТ. Пользовались и немецкими автоматами. Каждый стремился их достать, потому что они легкие были. Гранаты или Ф-1 или РГД-34. Немецкие гранаты тоже использовали, поскольку у нее ручка длиннее. И ее можно дальше кинуть. Если проводили разведку переднего края, то брали пулемет, но в тыл его не таскали, слишком тяжелый. Иногда нас поддерживали минометы и артиллерия. Вас учили рукопашному бою? Нас в училище учили обращаться с винтовкой. Мы сооружали чучело из соломы, рядом с которой вставал курсант с шестом обмотанным тряпкой, чтобы не повредить нападающего. Ты только идешь колоть это чучело, а он тебя палкой. Так вот, ты должен палку отбить и чучело уколоть. Специальным приемом или обращением с ножом нас не учили, хотя сам нож и умением с ним обращаться разведчику нужны обязательно. Были ли в отличие в тактике, когда вы действовали против финнов или немцев? Нет, тактика не менялась и мы не приспосабливались к национальности противника. Сколько человек ходило? В Карелии такой рельеф в местности, что даже батальону трудно маневрировать, особенно летом. Зимой иногда ходили силами до двух батальонов, громили тылы противника, но в основном мы больше действовали мелкими группами, которые больше подходили для тех условий. Обычно 10-15 человек, но очень хорошо подготовленных и вооруженных. Немцы же чаще использовали большие соединения в 50-60 человек, поддерживаемые артиллерией и минометами. Довольно примитивная тактика, не дававшая эффекта. Кстати, финны тоже мелкими группами действовали. Кроме рельефа в Карелии большую роль играет погода. Она может измениться в любую минуту. Такой случай был в 122-й дивизии. Вышел лыжный батальон в рейд, погода была хорошая. Потом пошел мокрый снег, все намокли. Командир связался со штабом дивизии и доложил, что дальнейшее продвижение невозможно, мокрый снег налипает на лыжи. Командир дивизии ответил, продолжайте выполнять задачу. Но командир батальона на свой страх и риск решил вернуться. А к ночи ударил мороз. Хорошо, что они вернулись, иначе все бы замерзли. Хотя и так 70 человек было госпитализировано, а остальные были обморожены. Как разделяли функции в разведгруппе? Смотря какая задача. Если разведка объекта, то никакого разделения нет. Если же нужно захватить языка, то здесь выделяешь двух-трех наиболее крепких ребят в группу захвата, остальные остаются в группе обеспечения, которая сможет отрезать огнем противника и не дать ему преследовать группу захвата. Потом уже наша теория считала, что должны быть три группы нападения, захвата и поддержки. Просто выделяется из группы нападения один человек, задача которого захватить пленного, а остальные этот захват обеспечивают. Тренировались? Да. Когда уже в обороне встали, то прежде чем идти на задание выбирали объект, пулеметную точку, место засады на тропе и так далее. Готовились. В тылу подбирали похожее место, оборудовали его и разведчики тренировались. Ведь в разведке самое важное это знание объекта, особенно если стоит задача взять языка. Надо изучить местность, подходы, подготовиться, а потом уже брать. А у нас сначала так было. Вот сегодня в ночь пойдешь и на этом участке возьмешь языка. Представляешь? Я мог только взять людей и определить как идти и какое оружие взять. Потом правда все наладилось. Убитых вытаскивали? Если недалеко, то вытаскивали. А если не было возможности, как в том случае, когда полковника искали, то разбирали куски породы, делали углубления сантиметров шестьдесят, шинелями их накрывали и закладывали камнями. Раненых же всегда вытаскивали. У немцев было много снайперов? У нас было больше. Я тоже немного стрелял. Как-то пришел на передний край и смотрю, саперы ставят мины, такие деревянные коробочки. Туда вставляют толовую шашку, а промежутки тоже толом засыпают, а потом вставляют взрыватель. И сапер идет, минирует передний край. Вот я лег со снайперской винтовкой и все время постреливал, а противник там оборону что ли строил, то бревно несет, то еще чего. Как выстрелишь, смотришь, пропал. А этих саперов было трое, и у них было два мешка, один с шашками, а второй тол в порошке. Вот он заготовит их заранее и несет штуки три. Надо взрыватель-то в последний момент вставлять, а им не хочется этого лежа в болоте делать. Я говорю, вы что делаете, она же у вас в руках взорвется. Да нет, мы уж сколько раз ставили. Минут сорок прошло, и слышу два сильнейших взрыва. Только одна нога осталась от этих троих. Субтитры